Всем привет и это видео, ну, я думаю, все вы понимаете, о чем у нас с вами будет, а я же надеюсь, что этим видео мы закроем с вами тему антитрендов на этот сезон точно, потому что сегодня мы с вами будем говорить о самых худших кроссовках, но как бы худшие это очень и очень громко сказано, потому что на самом деле кроссовки во многом хорошие, неплохие, ну, правда, есть тут очень хорошие модели, поэтому сразу же маленький дисклеймер, вам должны быть вообще-то откровенно похуй вот на этот список и топ, если вам нравятся какие-то из этих моделей, потому что, ну, мы сейчас с вами не в саба каких-то ходим, это реально крутые технологичные в многом кроссовке с интересным классным дизайном, просто так вышло то, что по тем или иным причинам они стали антитрендом, такое бывает, правда, но отказываться от них или нет из-за того, что они стали антитрендом, ну, думайте сами, у вас должна быть своя голова на плечах, а мы с вами начинаем, начинаем мы всегда с того, что на мне надето, на мне надето футболку файт из универмага Люксе, новый сезон, очень мне нравится вся новая крексов файт, и также мы с вами начинаем всегда со спонсоров, а спонсор этого ролика это Hacksters 2 Drop, ссылка на них будет в описании, если коротко о паблике, который я вам сейчас рекомендую, то это тот паблик, в котором публикуются все свежие релизы, даты того, когда будет определенный релиз, и благодаря этому самые смекалистые смогут понять, как на этом еще и заработать. А теперь давайте начнем по кроссовкам. Этот топ вообще-то составили вы, потому что, когда мы делали прошлое видео с антитрендами, вы его составляли, весь тот список составляли вы, и больше половины людей написало определенные модели кроссовок. В общем-то, я из этого понял, что нужно снимать отдельное видео именно про кроссовки, поэтому окей, давайте у нас с вами будет отдельное видео про кроссовки. В прошлый раз мы с вами говорили в видео про антитренды про различные кроссовки в виде носка, именно про Balenciaga Speed Trainer. А подробно, почему они стали антитрендом и так далее, вы можете переходить в описание, но если максимально коротко, то да, сейчас кроссовки и носки это максимально такая неактуальная тема стала, хотя в защиту им скажу, что мне очень нравится, как они сидят. Их очень круто и легко со всем сочетать, и они действительно очень и очень удобные. Комфортные, ну, правда, ты ходишь как в носках, но с подошвой, то есть по комфорту мне эта модель нравится, по посадке мне нравится, и мы сейчас говорим о модели Balenciaga Speed Trainer. Но помимо них, вы знаете, есть огромное количество других носочных тем у Vetmo, которые, к слову, в итоге очень плохо продаются, они висит на огромнейших скидках, их даже так особо никто не покупает. Есть огромное количество кроссовок от Margella и Acno Studios в этом же духе, которые тоже не особо-то покупаются и продаются на огромных скидках. Поэтому, если вам очень нравится вот эта вся тема и вам она удобна, то советую на нее сейчас обратить внимание, потому что она висит на огромнейших скидках. А если вы понимаете то, что нет, вам нужно что-то максимально модное, и вы тоже уже отошли от этих кроссовок, то смело проходите их мимо, потому что теперь это считается антитрендом. Ну, окей, мне как бы это на самом деле даже, наверное, хорошо. Я все равно больше люблю трекинговые экстра-модные сейчас кроссовки и Дальшус, которые у нас как-то с вами вообще не уходят и не уходят, и, вероятно, они когда-то уйдут. Дальше. Найки. Мы сейчас поговорим о различных моделях Найка. Найки. Как там правильно? Да, у нас правильно. Богиня Ника. Найки. Окей, 95-й, 97-й, 10-пласс, 270-й. Блин, вот столько Найков мне позаписали. Но, окей, давайте начнем с 95-х и 97-х. С ним я, наверное, понимаю, в чем дело и почему они стали таким максимальным антитрендом. На самом деле и та, и другая модель, особенно 95-й. Они в моду как таковую вошли уже очень давно. Это было 4 года назад точно, может быть, даже чуть больше. И, по сути, это было время, когда еще были в моде суперстары, которые у нас очень быстро ушли. А вот 95-е все сидели, сидели и сидели. И только сейчас они как-то с прошлого сезона, наверное, стали как таковым антитрендом. И 97-й, Найки тоже. В принципе, все это связано с тем, что стало огромное количество, во-первых, подделок. Ну, это-то понятно, на любую популярную модель не находится. А, во-вторых, модель по своему дизайну действительно настолько уникальна была. То, что Найк сам ее настолько сильно расплодил. Сделал коммерчески успешно. То, что, ну, все коммерчески успешно и то, что так сильно распространяется, оно становится у нас антитрендом. В 97-е история такая же. Хотя, на самом деле, вот это как раз-таки тот самый пример, когда модель-то вроде антитренд. Но, если вам не нравится, вам не комфортно, то ходите мне дальше. Потому что по дизайну модели действительно крутые. И, как бы, если они сейчас не модные, то, ну, что ж поделать. Если вам не нравится, носите дальше. И, если же вы понимаете, то, что они уже самим не нравятся. И, как бы, избавляться от них не хочется. Потому что, ну, кроссовки эти стоили не 3000 рублей. Без каких-либо скидок. То, в таком случае, давайте их спокойно себе на растерзание в зал. Либо еще куда-то. Потому что, в плане технологичности, модели прям отличные. Поэтому, конкретно, я бы такую модель носил в зале. Я даже помню, когда из моды вышли руши рано. У меня же дело такое, мне нужно максимально модно одеваться. И мне от них пришлось отказаться. Да и мне они разонравились. Я их носил долгое время в зале. Когда в него ходил, конечно же. Пока что, это уже немного не моя история. Вот. И здесь, как я уже сказал, еще у нас есть Nike 10 и Nike 270. Ну, 270. Давайте о них. Это та же самая тема Air Max. Я не знаю, почему вы их указывали. Потому что эта модель как таким трендом не была, чтобы становиться антитрендом. Она просто была. Nike хорошо продвигал, пиарил. А теперь он пиарит, заместо нее, 720 модель. 720, кстати, в тренды может войти вполне. А вот 270 в трендах не были. Поэтому их не стоит указывать в антитренды. Так как, ну, антитренд это то, что было трендом. 270 трендом не были. Увы. И Nike 10. Nike 10, к слову, трендом были очень хорошим. 10+. Я думаю, вы понимаете то, что мы о них. Блин, опять же, та же самая история. Они были диким трендом, когда их было сложно достать. Их просто, ну, не помню. Они вроде бы только футлокеры продавались. Либо как-то так было. А потом их начали продавать в различные иностранные магазины. И тоже они быстро уходили в sold out. Ну, как только их стало очень много. Ну, к тому времени, когда их стало много у нас в России. Во-первых, уже почти все успели себе купить их на Алиэкспрессе или в каких-то группах ВКонтакте. Ну, во-вторых, да, огромная доступность той модели, которую все-все-все-все давно уже хотели и желали. Ну, это, знаете, перегорели. Вот, горели-горели и прям перегорели. И вот так вот, увы, Nike сам делает свои модели антитрендами. К сожалению, такое происходит. Дальше у нас с вами многие из вас 350-е Изи называли. Адидас, про них поговорим. Окей, Изи. Это вообще интересные кроссовки. Все то, что делает каневес для Адидас. Потому что я сам готов был 350-е внести в антитренды сезон либо два сезона назад. Потому что 500-е и 700-е появились. И, казалось бы, 350-е, ну, откровенно канули в лету. И их носить стало моветон. Ну, в принципе, так и было. На самом деле, в модных кругах 350-е стали насходить сильно не котироваться. То, что, ну, на них все смотрели. Но это те кроссовки, которые, как Феникс, возродились именно в этом сезоне. Потому что у них вышло две новые расцветки. Это в очередной раз каневес попросил всех своих родственниц, подруг, да, скажем так, их надеть. То есть, как бы, Ким Кардашлин, да, его жена. А потом все эти вот у нас Дженнер их надели, показали в своем инстаграме. Ну, и как бы все их вновь захотели. Плюс расцветки подходят под нынешний тренд. А нынешний тренд это бежевый, офф-вайт свет, как и бренд, который на месте сейчас, да, называется. Офф-вайт это такой максимально проглушенный. Белый, грязный белый, молочный белый. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Вот, и в этих цветах, в общем-то, Изи повыпускали 3050-ю модель. Поэтому она вновь начала хорошо продаваться. И антитрендом это в этом сезоне точно не назовешь. Поэтому покупайте спокойно последние расцветки Изи. А вот что действительно стало антитрендом конкретно для меня, и вы это тоже часто указывали в вопроснике. Это последний Азвига. Это Репликанты. И это Детройт Ранеры. Я сейчас просто объясню, почему я все, что сделал Раф в прошлом сезоне, вношу в антитренды. Как бы мне не было жарь, как бы мне не было прискорбно, но, увы, это так. Потому что это вообще не запало. Это, ой, как бы вам сказать, это вот те модели Рафов, которые наплодили миллион мемов про них. Просто раньше Рафы Азвига, это были те кроссовки, которые до скидок почти не доживали. Либо их на скидки не ставили, потому что они и так отлично продавали. Но в этом сезоне модели были настолько плохие, ну, по своим расцветкам, по материалам, то, что их никто не хотел покупать за их полную стоимость. Даже я был готов их купить. Мне нужны были новые Рафы. Почему бы нет? Эти кроссовки дешевле, чем огромное количество других. Их не нужно перекупать у кого-то. Но, увы, расцветки были настолько плохие, что я их сам не захотел покупать. Репликанты, это вообще история очень интересная, которая, я не знаю, для чего и для кого сделана. Она изначально уже не прижилась, но она продолжает пропагандироваться Рафом Симонсом. В то время, когда у него были очень и очень успешные модели в его коллаборации. Это Респонс Трейл, это Баунс и еще какое-то там ответвление Робот. То есть они отлично продавались, они всем нравились, все было классно, но репликанты не приняли изначально. И я не понимаю, почему они продолжают продаваться. Потому что, ну, во многом, ну, их сложно назвать антитрендом, потому что в тренды они не вошли. Но вот конкретно Азвиги последние, последнего сезона, это откровенный такой антитренд. И просто по той причине, что все другие Азвиги, кстати, в трендах. И да, на мне сейчас, к слову, тоже Азвига. Вот позапрошлого сезона, наверное, самая удачная расцветка третьих Азвиг, которые, в принципе, можно представить, ношу не нарадуюсь. И надеюсь, что в скором времени что-то у нас похожее вновь будет. И мне понравится от Рафа, потому что Раф Симмонс и Азвига были у меня любимыми кроссовками. И так и остаются вот именно того сезона. Окей, и завершаем мы все это. Пожалуй, модель от Келлин Кляйн Джинс, Келлин Кляйн Джинс Марвин. Почему она здесь находится, я думаю, все мы прекрасно понимаем. Огромное количество из вас ее указывало и писало. Ну, все очень просто. Модель максимально не оправдала любых ожиданий. Изначально ты на нее смотришь и видишь, блин, вроде бы классные кроссовки. Хочется их купить, померить, примерить, походить в них. А потом ты начинаешь смотреть внимательнее и видишь, в принципе, такой же копипаст, который делает Zara. То есть, по сути, их даже не стоит сравнивать ни с Болинсягами, ни с чем-либо еще. Потому что их лучше сравнивать с Zara. Потому что копии Zara и эти Келлин Кляйн Марвин максимально идентичны друг другу. В плане удобства, для кого как. В принципе, сейчас и люкс кроссовки не хвастаются каким-то особым удобством. Мне такой Болинсяга трек, на самом деле, понравились по удобству, вот прям, чтобы понравились. Поэтому то, что неудобно и неудобно, это отдельный разговор. А вот то, что дизайн у них изначально нравится, а потом ты действительно понимаешь, что, по сути, это Zara. Но просто вверх, что у нее Келлин Кляйн Джинс написано, ты понимаешь, что, блин, черт, кажется, где-то меня дурят. В принципе, нас везде дурят даже. Если мы посмотрим, наверное, на Болинсягу, ну, там, наверное, есть за что. То вот здесь ты действительно видишь вот этот непонятный копипаст в итоге не с того. Потому что, опять же, у Келлин Кляйн есть шикарнейшая модель в первой линии. 205 W39 New York City, которая, к сожалению, закрылась со следующего сезона. Потому что Рафа Симонса убрали. Вы знаете, мы с вами все горевали насчет этого. Вот, но, да. Вот там вот есть кроссовки действительно крутые. Если вас не смущает уход Рафа, то берите их. Они люк с первой линии. Очень классно выглядят. Действительно шикарные, кайфовые. Мне безумно нравятся. Но вот эти Келлин Кляйн Марвин. Это такой вот прям, не знаю, моветон-моветонище, который я покупать вообще никому не советую. Плюс на ноге, на самом деле, выглядят они действительно, ну, действительно пазаровски. То есть вы зайдите, я не знаю, примерьте Боленсиагу трек. Примерьте, ну, из бюджетного, это, опять же, Рафа, если вы найдете вот тот сезон, который у меня. Это какие-нибудь изики, да. Вот примерьте все это, походите и посмотрите, вау, как оно круто выглядит. А потом примерьте Келлин Кляйн Марвин. В принципе, по немаленькой цене, конечно, она гораздо ниже, чем Боленсиага. Но вы поймете то, что, блин, что-то в них не так, и что-то мне в них не нравится. И вы поймете, о чем я говорю. На этом я хочу закончить этот список. По завершению я, опять же, вам напомню то, что, если какие-то из этих кроссовок вам очень нравятся, то продолжайте их носить, потому что, по факту, кроссовки на самом деле хорошие. За исключением, конечно, некоторых моделей. Вот, но если вам они очень нравятся, и они заходят под ваш стиль, то какая разница, в тренде они, либо не в тренде. Потому что за всеми трендами и тенденциями вряд ли вы успеете уследить и угнаться, и все приобрести, если только это не часть вашей работы, к примеру, как у меня, да? Тогда реально забейте. Просто смотрите, нравится, либо не нравится. Нравятся новые тренды на трекинговые кроссовки? Пожалуйста, покупайте. Не нравится? Носите это. И вообще, я в видео про тренды вам рассказывал то, что в моде максимальная индивидуальность. Если в вашей индивидуальности как раз-таки есть какие-то 95 и Air Max, но в сочетании с какими-то там крутыми пуховиками, джинсами и так далее, то это не будет на вас смотреться, как нелепый антитрак. И на этом это видео я хочу закончить. Надеюсь, оно было для вас полезно, информативно. И на этом все. Всем пока. Пока.